К другим темам в Госдуме внесли поправки в Уголовный кодекс России, которые позволяют применять конфискацию имущества, полученного в результате совершения преступлений в сфере компьютерной информации. Принятие закона проекта позволит направить средства на возмещение ущерба потерпевшим. Наши корреспонденты решили поинтересоваться, насколько актуальна эта проблема для тверетян. Сталкивались ли они с кибератаками? Ответы горожан в нашем опросе. Вы сталкивались с интернет-мошенничеством? Было дело, да. А как именно это проявлялось? У меня через Бирбанк, через онлайн, мошенники там были, то есть мне заблокировали, и то есть я уже сам как бы ходил в офис бирбанковский и все это оформлял по новой. Как вы думаете, как вот с этим бороться в России? Мне кажется, никак. Мне кажется, вообще никак. Это бесполезно. Ну не в интернете, а звонили всякие мошенники, типа как из банка, то, что оформлена заявка на кредит. И очень часто и мне звонили, и дочке звонили. Но мы как-то один раз позвонили в банк, сказали, что они не звонят, и мы больше не реагируем. А как вы думаете, как с этим бороться в России? Ну не знаю даже. Ну, наверное, как-то полиция должна подключиться. Именно по телефону, когда звонили и начинали вымогать деньги, правильно сказать. А как вы думаете, как с этим бороться в России? Как с этим бороться в России? Не знаю. Наверное, в ближайшее время надо создать какую-то организацию или компанию, которая контролировала бы все это. Ну, лично я нет. Я просто отключаюсь. Я не разговариваю. Стараюсь не разговаривать. Как можно заметить, почти каждый житель хоть до раз сталкивался с мошенничеством и чаще всего с телефонным. В Тверской области для безопасности жителей проводят различные встречи с сотрудниками МВД, чтобы проинформировать тверичан об угрозах мошенничества. Как говорится, предупрежден, значит вооружен. Продолжение следует...